Друзья, всем привет, вы на канале Теслаб, и сегодня продолжаем отвечать на вопросы, которые мне приходят в личных сообщениях. Решил я на этот счет снимать сюжеты, потому что давать ответы каждому довольно сложно, и проще мне уже снять сюжет с минимальным монтажом. Какой был вопрос? Вопрос был обычный и стандартный, и задают его много. Какие лампы предпочесть из максимально ярких? Если смотреть на линейку Остром, то у них есть лампы плюс 110 дешевле, плюс 130 дороже. Вопрос, лучше ли те, которые лазер плюс 130, либо стоит купить 110 и сэкономить немножко при покупке максимально ярких ламп. Вот такой вопрос мне задавали достаточно часто, и давайте сейчас на него ответим. Итак, как будем это все проверять? Проверять будем просто, поставим эти лампы в фару от Duster, и замерим каждую по 16 точкам, для того чтобы понять, какая лампа дает больше света, и стоит ли переплачивать за лазер. Кстати, по поводу переплачивать. Последняя модель где-то рублей на 200, на 250 дороже предыдущей модели, поэтому об этих суммах идет речь. Если говорить о стоимости, стоимость конечно космической лампы, что у тех, что у этих, то есть она уже перевалила где-то за полторы тысячи рублей во многих интернет-магазинах. На мой взгляд это маразм и бред, но тем актуальнее тема немного сэкономить, и как говорится не повестись на разводке маркетологов. Вернемся к тому, как будем проверять. Проверять будем фары от Duster, почему фары от Duster? Ну, потому что я решил, что эта фара, во-первых, под лампой H7, во-вторых, это фара рефлекторная, то есть с максимальным КПД в линзу я решил все-таки не ставить такие лампы, и лампа без торцевого колпачка, опять же, для увеличения КПД. То есть данная фара полностью раскроет потенциал той или иной лампы, если он есть, ну и соответственно мы это должны увидеть на экране при замерах. В общем-то наговорилось сейчас уже довольно много, и пора, в общем-то, уже переходить непосредственно к тестам. Итак, сейчас вы видите, как я бегал с люксметром и замерял показатели от этих двух ламп. И что же мы видим в результате всех этих замеров? А видим мы поразительную вещь, Nightbreaker Unlimited, старый добрый Nightbreaker Unlimited светит ярче. И сначала я даже не мог понять, не мог найти этому объяснение. По сумме всех точек он дал нам прибавку в 20 процентов. Итого 120 процентов от стандартной лампы. А гораздо более новая модель и более дорогая лазер дала нам прибавку в 114 процентов, то есть меньше. Я сначала, ребята, не мог найти этому вообще никакого объяснения. Я думал, почему, почему более новая модель, на которой на упаковке написано плюс 130, то есть индекс яркости больше, светит слабее. И только потом присмотревшись колбам самих ламп, я понял, что действительно у более старой модели шансы светить ярче, действительно гораздо более высоки. Почему? Потому что колба не так затемнена, то есть у Nightbreaker сделана вот эта тонировка, она сделана несколько такой фигурной, и она тоже крадет часть света, как ни крути. У старых добрых ламп лазер такой фигни нету, поэтому в общем-то это просто прихоть маркетологов, которые продают вам более дорогой товар, и который в итоге светит слабее. В общем-то я надеюсь, что вот этим тестом я максимально развернуто ответил на этот вопрос, в итоге какую из лампосром лучше купить, что вам советую? Советую думать все-таки своей головой, не вестись на, так сказать, ухищение маркетологов, потому что маркетологи работают для того, чтобы мы больше покупали, но, как говорится, своя голова на плечах должна быть. В общем, все, на этом я думаю, что пора сегодня заканчивать, если эта информация была вам полезна, ставьте лайк, если была бесполезна, если вы считаете, что информация вам бесполезна, ставьте дизлайк. Ну а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео. А, еще забыл добавить, пишите свои вопросы в комментариях под видео, периодически я все-таки смотрю, и на них ориентируюсь при подготовке новых выпусков. Все, теперь точно все, пока.